Здравствуйте, с вами Елена Телицына и мы продолжаем прямые эфиры с представителями институтов. И сегодня мы поговорим о поступлении в Институт психологии и образования КФУ. Я напоминаю вам абитуриенты, что вы можете задавать свои вопросы о поступлении, о экзаменах и проходных баллов в инста-аккаунт в инстаграме. И сегодня у нас в гостях представители института. На ваши вопросы ответят ответственный секретарь приемной комиссии КФУ Бибик. Так, его нет. Нет. Начальник отдела образования Института психологии и образования Уразова Эльвира Шамильева. Здравствуйте. Здравствуйте. И доцент кафедры дошкольного образования Бичурина Светлана Усманова. Здравствуйте. Здравствуйте. И давайте сразу перейдем к первому вопросу. Планируется ли повышение стоимости обучения в этом году? Да, стоимость обучения ежегодно у нас повышается на 5-6%. Спасибо. А сколько будет стоить обучение на психолога? Стоимость на прием 22-го года устанавливается к началу приемной кампании. Стоимость прошлого года в районе 150 тысяч. Спасибо. Когда начинается прием документов для поступления? Прием документов начинается с 20 июня 22-го года и продолжается до 29 июля. Как поступить в институт после СПО? Нужно сдавать ЕГЭ или внутренние экзамены? После СПО можно поступать по результатам ЕГЭ. Также абитуриенты, закончившие колледжи, могут поступать по результатам внутренних вступительных испытаний. Какие ЕГЭ сдавать для поступления на педагогику? На направление педагогическое образование? Да. На направление педагогическое образование мы сдаем русский язык, общество знания и третье вступительное испытание на выбор математику, биологию или иностранный язык. Спасибо. Сколько в этом году бюджетных мест в Институт психологии и образования? Я так вообще не смогу ответить, наверное. Если конкретно по каждым направлениям. Понятно. Большой ли конкурс на бюджет? Да, ежегодно у нас большой конкурс. Нужно ли получать специальную медсправку, если поступаешь на педагогику? Вы имеете в виду на педообразование? Да, да. Педообразование. Да, ежегодно проходит медосмотр. При поступлении предоставляется медсправка 086У, форма 086У. Также иностранных студентов интересует, как им поступить в ваш вуз, что для этого нужно? По иностранным студентам? Возможно, какой-то экзамен сдавать. Они поступают... Приемная кампания для иностранных студентов началась у нас с 1 марта. И сдают они 2 вступительных испытания, смотря в зависимости от направления подготовки. Какие проходные баллы были в прошлом году на педагогику? На педообразование средний проходной балл 240 баллов. В каких случаях даются дополнительные баллы? Дополнительные баллы у нас предоставляются по... Если человек окончил образовательное учреждение на золотую медаль, по результатам ГТО и определенные льготы по результатам Олимпиад. Предусмотрено ли общежитие для первокурсников? Да. И где она находится и какие условия в нем для проживания? Общежитие у нас находится по адресу деревни Универсиады, по улице Парина. И? Условия проживания. Условия очень комфортабельные. Как проходят экзамены при поступлении в магистратуру? Конкретно в наш институт вступительные испытания в магистратуру в формате собеседования. А где можно найти список вопросов при подготовке к этим экзаменам? Программы вступительных испытаний у нас размещены на сайте приемной комиссии. Есть ли у вас программы повышения квалификации для педагогов? Так, повышение квалификации педагогов. Да, у нас проходит, организуется у нас повышение квалификации. Светлана Османовна, подскажите, пожалуйста. У нас курсы повышения квалификации. Есть отдельный факультет. И там идет и повышение квалификации педагогов различного профиля, и переподготовка кадров. Сейчас посмотрим вопросы. Инсталайф. Абитуриенты, вы можете задавать свои вопросы сейчас в Инсталайф. Представители института сейчас ответят. Я могу пока по дошкольному. Что вы можете дополнить? Я бы хотела дополнить информацию по направлению педагогического образования, профиль дошкольного образования. У нас есть прием документов как в магистратуру, там обучение 2 года и 2,5 года, и на буховряд, на базе средней образовательной школы и на базе СПО. Экзамены сдаются как по ЕГЭ, по результатам ЕГЭ, так и по, как сказала Эльвира Шамильевна, по результатам вступительных внутренних испытаний. Экзамены по ЕГЭ предусматривают сдачу русского языка обязательно, общество знания обязательно и на выбор. Это может быть математика, это может быть иностранный язык или биология. Для тех, кто поступает по СПО, предусмотрены внутренние испытания. Это общая педагогика, то бишь педагогика, это дошкольная педагогика и русский язык. То есть 3 экзамена внутренних испытаний. Если вас интересует конкретный набор людей по данному профилю, я могу поле точно сказать об этом. Итак, у нас профиль дошкольного образования по направлению педагогического образования на бакалавриат, обучение очное 4 года. Это может быть база как среднего специального образования, профильного, то есть педагогического, так и высшего образования. То есть база очень у нас широкая. Не буду повторять, какие экзамены, потому что экзамены я вам уже сказала. Я вам скажу о баллах, которые нужны при поступлении. Минимальный балл по обществознанию это 45 баллов, по русскому языку 40 баллов, по математике 39, биологии 39, иностранный язык 30 баллов. Количество мест на бюджет у нас в этом году 25 человек, из них с особым правом 3 места. Количество мест на контракт в этом году у нас 5. Если говорить о цене прошлогодней, о стоимости обучения на контракте, у нас было 132 360 рублей. Если говорить о бакалавриате заочном, то обучение 5 лет. Также на базе есть база и СПО, то есть профильное образование, можно поступать и средне-специальное образование. Это как вам понравится. Балы те же, что и научном отделении. То есть общество знания, русский язык, математика, биология, иностранный язык 45, 40, 39, 30. В этом году мы набираем 30 человек, из них особое право имеет 3 человека. Количество мест на контракт у нас в этом году 30 человек. Обучение в прошлом году у нас стоило на заочном отделении 52 260 рублей. Кроме того, у нас есть магистратура, то есть это психология, педагогическая психология и дошкольного образования. Очное обучение, это 2 года на базе профильного образования высшей школы. Вступительные испытания по профилю, собеседование, плюс портфолио. Минимальные баллы это 40, количество мест на бюджет в этом году у нас 13, на контрактное обучение 3 человека. В прошлом году стоимость обучения составляла 143 280 рублей. Также у нас второе направление заочное. Мы приглашаем не только представителей выпускников, мы приглашаем выпускников предыдущих лет обучения на заочное обучение. Тот, кто хочет повысить свою карьеру, успех в карьере добиться. То есть у нас направление называется управление дошкольным образованием. Заочное обучение длится у нас 2,5 года, то есть 2 года 6 месяцев на базе профильного высшего образования. Вступительные испытания у нас проходят также собеседование и рекомендуем приносить или представлять свой профессиональный портфолио. Здесь у нас минимальное количество баллов 40, количество мест на бюджете в этом году 17, на контракте 3 человека. Той стоимость в прошлом году у нас была 59 700 рублей. Добро пожаловать на педагогическое образование, профиль дошкольного образования. Спасибо огромное. Сейчас в инстаграме нам пришел вопрос. Я работаю воспитателем. Могу ли я поступить на логопеда? Конечно, да, конечно. Выбор широкий. Очень различные у нас профили в институте. На любой профиль воспитатель детского сада добро пожаловать. Сейчас подождем, может еще вопросы появятся? Так, вопросов больше нет и можно, в принципе, заканчивать. У вас есть что-то дополнительно сказать? Возможно, пожелания будущим студентам института? Ну, пожелания. Мы ждем вас в стенах нашего института, нашего университета, на сегодняшний день, он федеральный, один из десяти федеральных университетов страны. Так что статус у нас хороший. Педагогическое образование у нас мы состоим в топ-100, то есть по профилю педагогическое образование наш университет находится в топ-100. То есть у нас 90-е место в таком международном профиле, да? В мире, да. Так что у нас статус высокий, добро пожаловать. Мы всех ждем, как собственных россиян, так и всех иностранцев, которые хотели бы получить высшее образование в нашем университете. Добро пожаловать. Спасибо большое, что ответили на вопросы, и спасибо огромное, что пришли. Спасибо. Спасибо, спасибо. Дорогие абитуриенты, я напоминаю вам, что вы свои вопросы можете задавать в инста-аккаунте Казанского федерального института. И на этом все. С вами была Елена Челицына. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»